МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пожалуй, абсолютно каждый студент и школьник знает, что такое конференция и зачем она нужна. Обращаясь к истории, стоит отметить, что первая конференция была зафиксирована в 416 году до нашей эры. Это был пир афинского трагика Агафона, на котором каждый из присутствующих произносил монолог о боге любви Эроте. В современном мире существует три вида научных конференций. Научно-теоретическая, научно-практическая и научно-техническая. Одна из таких конференций «Юность Большой Волги» проходит в столице Чувашии. Именно об этом в фестивале научного творчества мы поговорим сегодня в эфире программы «Один день с профессионалом». Если при словах доклад, выступлении, исследовании вы начинаете зевать, то выпуск нашей программы специально для вас. Сегодня мы докажем наука. Это совсем не скучно. Физика, математика, прикладные дисциплины – все они нужны и важны в современном мире. Ведь в молодых специалистах нуждаются все отрасли. Расширить свой кругозор, усовершенствовать уже приобретенные навыки, оценить работы коллег и, как говорится, себя показать да на мир посмотреть. Именно для этого и проводятся конференции научного творчества. Я студентка третьего курса. Уже третий год я участвую в конференциях. Еще в школьных годах поступаю в конференциях. И для меня, в принципе, это привычно, нормально – участвовать не только в творческой жизни университета, но и в научной, защищать честь своего университета. Межрегиональная конференция учащейся молодежи «Юность Большой Волги» проводится в столице Чувашии вот уже в 17-й раз. Ежегодно с нашей республики и с учебных заведений соседних присылается около 700 студенческих работ. Цель ее – это выявление наших самых талантливых студентов во всех отраслях, начиная от гуманитариев, технарей. Чем отличается она от прошлогодней? Каждый год мы вводим дополнительные секции. В этом году дополнительными секциями, естественно, стали секция «Наши общие победы» и «Год литературы». И также у нас есть секция, посвященная Году Константина Иванова. Фестиваль научного творчества делится на два этапа. Первый тур заочный проходит в учебных заведениях. И лишь затем отобранные работы отправляются дальше на очный тур. В этом году из 641 работы в заключительный этап попала лишь половина. По каким критериям мы оценивали? Ну, актуальность проблемы, степень знания этой проблемы. Потом, насколько глубоко они в эту проблему проникли, насколько они ее изучили, рассчитали, проработали и как подали эту проблему. Там есть достаточно хорошие ребята, которые, ну как это сейчас говорят, нацелены на какой-то результат, очень заинтересованы. Каждый из участников подготовил презентацию проекта. Ни одна из них не обошлась без инфографики и анимации. Площадками фестиваля стали сразу три самых крупных и хорошо оснащенных учебных заведений нашей республики. Чувашский государственный университет имени Ульянова, Чувашский государственный педагогический университет имени Яковлева и Чебоксарский кооперативный институт. Те ребята, которые участвуют в таких конференциях, у них уже открыта дорога светлое будущее. Конечно же, они получают дипломы, все участники получают сертификаты. Также, насколько мне известно, поощряются и научные руководители этих ребят. И есть возможности дальше продвигать свои работы. Мы публикуем по итогам сборник, куда входят лучшие статьи, лучшие работы победителей. И мы распространяем его не только по учебным заведениям, но и по ассоциациям работодателям, органам исполнительной власти. То есть у ребят уже есть возможность о себе заявить. И у них, у многих это первая публикация, что тоже очень важно. Большое внимание привлекают секции точных и естественных наук. Многих ребят увлекает производство. Отечественное машиностроение – хорошая площадка для приобретения многих навыков. Моя специальность – монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования, то есть лесоремонтник. Лично меня привлекала в этой профессии станки. И, скажем, мне понравилось, как разбирали, собирали, впрочем. Я решил принять участие по теме предмета машиностроения. Тема у нас – разработка синусной линейки для психологических станков. Думаю, это приспособление очень пригодится для обработки. Очень нужная вещь. Тему развития 3D-технологий и их использования в производстве Игорь Сазанов прорабатывал вот уже полтора года. Он экспериментирует с принтерами. Эксперимент проводим. У нас мы используем два 3D-принтера – это «Феликс» и «Куба Икс». И на нем, соответственно, разное качество поверхности получается. Следовательно, мы узнаем, например, на одном 3D-принтере меньше угол подъема. И при котором этот принтер может печатать более лучшую поверхность. Добивались лучшей печати изделий. Мы напечатали несколько изделий. Предоставим этой комиссии, чтобы они посмотрели. А работой Анны Симаковой уже заинтересовались на заводе «Элара». И это неудивительно. Датчик температуры, который она придумала, уникален для России. Этот датчик, который я разрабатываю, он гораздо дешевле того, который сейчас используется на всех заводах. Ну и поэтому серийное производство этого датчика, оно поможет сэкономить очень много платины российского запаса. И, в принципе, это очень выгодно для экономики. Как оказалось, Анну с детства привлекали нестандартные для девушек профессии. Она вовсе не мечтала стать актрисой или певицей, как многие. Желанием девушки было стать строителем-архитектором. Ну а электроника Анну интересовала всегда. В будущем? Ну, конечно, хотелось бы найти здесь хорошую работу, престижную. Стать действительно настоящим архитектором, строить дома. Строительство – это очень развивающаяся отрасль. У нас постоянно растет население, постоянно строятся дома. Эта отрасль никогда не перестанет быть нужной, и поэтому она всегда актуальна. Еще одним интересным направлением фестиваля стала прикладная геология. В этом году именно в этой секции появилась новая подсекция «Горное дело». К сожалению, пока на это направление не было подано ни одной работы. Но сами организаторы отмечают, что секция перспективная. Геодезия – это вообще очень хорошая наука. Очень востребована и развивающаяся масса приборов различных, программ новых. Как сказать, эти программы разрабатываются. И студентов мы учим не только на обычных, допустим, уже давно привычных приборах. Оптика обычная. То у нас идут сейчас уже и электронные тахеометры, и GPS-системы, и все прочее. Я считаю, что будущее за этой специальностью. Есть один человек, он геодезист. Он работает в организации геостроизыскания. Это приборы геодезические, сопровождение геодезическое, ремонт, обучение и так далее. Он работает в этой специальности давно, и он сказал, ребята, хотите посмотреть мир, будьте геодезистами. Потому что, он говорит, я в этом году осуществил свою мечту. Он объехал вокруг земного шара сам. Он геодезист. Он себе смог это позволить. Изучение местности, замеры территории и составление карт. Вся эта ответственная работа лежит на плечах геодезистов. Земля сейчас на рынке – самый востребованный товар. Ее продают и покупают. Специалисты в этой области уж точно не останутся без работы. Мы выбрали эту тему – межжевание земельного участка электронным тахеометром «Сокио-650РХ» в программах «Кредодат» и «Автекат». Потому что мы сейчас именно проходим эту тему. Она будет нужна нам в будущем. Потому что наша профессия. Мы будем измерять тахеометрами. И в будущем нам это понадобится. И в программах мы будем работать. И это дополнительная практика. Мы готовились две недели. Занимались, приходили к учительнице все время после занятий. И искали информацию в интернете. Самое сложное для нас поступление – это была моральная подготовка. Мы волновались очень сильно вначале. Выявить талантливых студентов, которые специализируются в различных отраслях науки – вот главная цель фестиваля. Каждый год в его программе появляются новые дополнительные секции. Но, пожалуй, самыми интересными по-прежнему остаются творческие направления. Например, журналистика. Кстати, на этот раз в аудитории активно обсуждалось, насколько опасной стала профессия журналистов. Почему я выбрала эту тему? Потому что мне кажется, что журналисты мало защищены именно в наше время. После событий на Украине, когда журналистов, к примеру, Первого канала, Анатолия Кляйна, оператора Первого канала, его, получается, убили. И никто не несет за эту ответственность. Сил потратило много. Пришлось просмотреть весь список убитых журналистов в России. Это более 300 человек. Это заняло три дня, чтобы сделать определенную таблицу. Информацию искала как с учебников, так и в основном сети интернет. Журналистов называют четвертой властью. И это неудивительно. Ведь корреспонденты не только доносят людям информацию, но еще и формируют мнение общества о происходящих событиях. Но для того, чтобы быть журналистом, недостаточно уметь грамотно писать. Нужно иметь особый талант, быть коммуникабельным и любознательным. Эта профессия нужна для того, чтобы нести информацию до окружающих, расследовать те или иные дела. Через 10 лет, естественно, все изменится, потому что в мире появился интернет. И наша профессия вообще кардинально изменилась. Печать перешла в интернет, радио в интернете. Возможно, в будущем создаться что-то еще такое интересное, глобальное, о котором мы сейчас даже не подозреваем. Еще одной не менее интересной секцией конференции стало декоративно-прикладное искусство. Конкурсанты в этой аудитории могут создавать своими руками практически произведения искусства, как, например, вот эта мозаика. Для того, чтобы сделать такие столешницы, участникам конференции пришлось немало потрудиться. Для конференции мы выбрали именно тему современное оформление мозаикой в интерьере, потому что это очень актуально. Мы оформляли столы жюри на студенческую весну именно мозаикой и решили выступить с этой темой. Собирали мы, наверное, недели две. Ходили по складам. Спасибо добрым магазинам, которые давали нам плитку бесплатно. Было очень много плитки. Мы кололи, искали нужные цвета. Но было очень много потрачено сил. А денег? Денег всего лишь 200 рублей. Все искали сами. Это необычно. Оформление интерьера в стиле мозаики набирает обороты. Дизайн и компьютерные технологии. Именно так называется специальность, на которой вот уже третий год учится Оксана Евсеева. Девушка еще с детства знала, что будет заниматься творчеством. С 12 лет она рисовала и шила. А в будущем Оксана планирует стать дизайнером одежды. Что касается самой конференции, то ее организаторы уже вовсю строят грандиозные планы на будущий год. Каждый год вносятся изменения в положение. То есть это не какая-то такая консервативная конференция. Каждый год мы что-то добавляем, что-то меняем, улучшаем, исходя из современных требований, требований жюри, требований участников. И надеемся, что на следующий год мы привлечем уже не три региона, а в этом году у нас участвует Казахский авиационный институт, Бугульминский педагогический техникум, Бугульминский сельскохозяйственный техникум и техникум Смриэл. Но уже будет больше участников. Умные, креативные, молодые люди. Они совсем не похожи на ботаников. Тем не менее, это как раз те студенты, которые усердно грызут гранит науки. А то, что они подготовили для конференции, станет для них хорошей основой для будущей профессии. На сегодня это все, что мы успели вам рассказать про фестиваль научного творчества «Юность Большой Волги». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Увидимся в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин